...корни творческих сил, и в этом дне мы показываем мифологические представления, обычаи и обряды различных народностей. Начали со Славян, потом Индия, и сейчас Африкой завершим. И я хочу представить моих сегодняшних сотрудников группу Африканда. И, по-моему, Африканду, буквально два слова скажем. Добрый день, друзья. Мы всем очень рады. Сегодня вы увидите небольшую программу африканской музыки. Мы сделаем несколько барабанных сетов для вас. Сначала мы исполним музыку, национальную музыку Гвинеи, поскольку один из наших барабанщиков, солистов, Калю Куэйте из Гвинеи. Калю Куэйте, друзья, представляете? Гвинеи, Монопин. Следующий наш участник – это джага-самба. Он у нас приехал из Сенегала. Мы обязательно сделаем небольшую упровизацию в стиле сенегальских народных ритмов. И наш третий барабанщик у нас из Нигерии. Его зовут Шон Труф. Я хочу еще представить нашу замечательную певицу, которая к нам приехала из самой центральной части Африки. Она приехала из Чады. Зовут ее Мария Палькубу. Мы начинаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Здесь запечатлена картина полуденного зноя, когда температура может достигать 40-45 градусов. Семья пережидает полуденный зною, тянет зоидичные акации. Вдалеке бедняется Килиманджао. Картина называется «Массайские женщины умеют делать красивые вещи». Надо сказать, что масайские женщины брели голову наголо и украшают ее обручами из кожи, расшитой бисером. Очень красивые украшения, и по ним можно прочитать информацию о самой женщине. Это как графическое письмо. То есть мы можем по этим рисункам узнать, кто она, либо что она хотела сказать этим рисункам. Бывает, что они какие-то закладывают формулы. То есть формулы счастья, обереги и так далее. Здесь сами женщины стилизованы под скульптурой Массайской. Поэтому использовано нарушение пропорций удлинения рук и ног. Следующая, пожалуйста. А это уже относится к нигерийской культуре, народности Иква. Это изображен свадебный обряд. Во время свадьбы жених и невеста идут на перекресток дорог. Там закапывают небольшое женоприношение. Их сопровождает мать с жениха, которая, видите, взирает на обряд со стороны, чтобы все было правильно. Вы знаете, вот как обычно бабушка наша, чтобы все было правильно. Чтобы не дай бог нигде ничего не отступить от традиции. Но в данном случае эта картина является еще иллюстрацией к книге Чино Ачебе Стрелобова. Это нигерийский тоже писатель. Пожалуйста, следующий. Вот с этой картины связано несколько очень интересных историй. Это тоже иллюстрация книги Чино Ачебе Стрела Бога, изображающая обряд, который исполняется на празднике молодых тыквенных листьев. Этот обряд, как бы, обряд очищения от грехов. Специально для него женщины выращивают молодые тыквы на своих грядках. И потом с тыквенными листьями все приходят на площадь. На площади жрец верховного божества исполняет танец. Как бы очищение от грехов. Одна половина тела, закрашенная мелом, это половина духа. Половина, которая оставлена темной, половина земли. И когда он начинает свой танец с двумя жертвами, один из них деревянный, другой металлический, стучат друг об друга ими, он как бы отгоняет от деревни злых духом. В это время женщина, пропормотав извинения за грехи, не только свои, потому что ответственность за грехи всей семьи несет женщина, и она бросает от телиста под ноги жрецу. И он втаптывает их в пыль. После того, как жрец, исполнив свой танец, удаляется из специальной хижины духа, все женщины деревни, танцуя, пробегают по этим листьям до тех пор, пока от них они остаются однокурные. Соответственно, все грехи стерты. И уже в большинстве веки грехов. Вот. Я почему сказала про интересную историю? Дело в том, что мы проводили такую фейс-арт-фотосессию с группой Африканта. И вот джага-самба было у нас в роли из Элуды. Мне кажется, они даже похожи. Пожалуйста. Джага-карсивей. Джага-карсивей, да, что-то не так. Это что-то настоящее. Да. А это тоже картина, как бы, как диптих птой. Это тоже праздник молодых тыквенных листьев. Просто я хотела показать, как красиво женщины убраны к этому празднику. Они покрывают тела росписями с геометрическими линиями. Делают самые сложные. И прически эти, они начинают делать иногда за целые сутки до праздника. То есть это самое главное событие в году. Летно. Летно. Вот эти две девушки идут на праздник. Жесть. Да. Вот на этой такой высокой ноте я вот хочу потом тоже пригласить опять Африканту. Значит, эта картина называется «Баба черная, цветки сидит, колебас в руках держит». Как бы здесь показано соединение культуры русского лупка и африканской скульптуры. Это женщина, богиня плодородия, всеначальная матерь всего сущего. Опять мы возвращаемся к тому, о чем я говорила на предыдущих концертах, что для каждой народности существует несколько основных мифологических представлений. Главные. И от этих представлений мифологических потом идет духовное развитие народа. Первый мифологический принцип – это матерь. То есть матерь-создательница, матерь-богиня, матерь-природа. Второй – это заповедное место, некая волшебная страна, где живут святые люди, либо где люди не умирают. Третий – это легенда о волшебном камне. Все это мы это дальше потом представим. Начнем пока с богиней-матерью. В ее колебасе сейчас находится весь мир в еще непроявленном виде. Там все еще смешано пока. Материя и дух перемешаны. И буквально осталось несколько секунд для того, чтобы она выплеснула из колебаса мира. Я приглашаю снова на сцену африкантов. И сейчас мы исполним песню, которая была написана в Танзании. Песня называется «Армалайка». Ее долгое время исполняла замечание американская певица Мария Макеба. И мы ее сговоримся, и ее сейчас исполним. Песня называется «Армалайка». «Армалайка» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я, конечно, понимаю, что все родные и все прекрасные, но Африка – это моя особая любовь, и я даже не знаю, почему это. Это с детства. Когда я была еще совсем маленькой девочкой, мне было 6,5 лет, я училась в первом классе, я посмотрела по телевизору передачу о том, как дети в Африке используют свои тетрадки и карандаши, как они дописывают карандаши до сантиметра, понимаете, как у них этого всего не хватает. Я пришла в школу на следующий день и сказала, давайте все соберем вот у кого что есть – карандаши, тетради, и из этого получилась целая всешкольная акция. Ну, надо сказать, что, конечно, может быть, это было не так бы просто, но мои мама и папа были учителями в этой же школе, они поддержали мою идею, в общем, получился промоушен. И в итоге мы собрали огромную коробку тетрадей, альбомов, красок, карандашей и отправили это все в Фиолю. И пришла потом нам телеграмма, спасибо, советский мультур, было очень здорово. И на самом деле, я не хочу сказать, что Африка – это что-то, что достойно жалости. Африка – это огромная, прекрасная и очень мощная культура. Просто, к сожалению, по какой-то причине не всегда мы обращаем достаточно на нее внимания. И многие почему-то думают, что там нет духовной культуры, а она там есть, и она высокая, прекрасная. Сейчас вот в этих картинах, которые мы дальше посмотрим, я покажу те мифы, которые показывают общность с космогониями других народов. Именно космогонические мифы. Вот эта работа, которую вы видите, называется «Тогда великий кинтур раздал предназначение племенами». Здесь изображено верховное божество Восточной Африки – кинтур. Первый человек на земле. Когда он спустился с небес, то на земле ничего не было. Были голые скалы и вода. Тогда он позвал с неба свою жену. Жену звали Мирун. Что совершенно необычное для Африки имя. Мы знаем, что Мирун – это индийское имя, означает материю, мать. И также это же имя встречается у здравоастрийцев и у многих других культур. Мирун принеслась с неба сосуд, наполненный всевозможными благами. В этом сосуде, который вы можете видеть, содержалось все, что есть на земле. Все растения, животные, все-все-все-все, но не было людей. И кинту и Мирун решили, что нужно населить планету. Слепили людей из глины. После чего Мирун вдохнула жизнь в каждую частичку глины. И вдыхая в эту жизнь, она растворилась в ней. Какая прекрасная линия, правда ли? И очень высокая, и очень духовная. После этого кинту раздал предназначение племенам. Я не знаю, видно вам или нет, но вот там очень много маленьких человечков изображено, которые поднимаются по скале к кинту, и каждый получает что-то в подарок. Если человек получил в подарок корову, это значит, что все племя потом должно заниматься скотоводством. Также кто-то получил банановый росток, кто-то получил еще какие-то культуры растительные, кто-то получил лодку и сеть, и вынужден, ну, вынужден по истории своей заниматься рыболовством и так далее. И надо сказать, что эта картина еще и подчеркивает связь с буддистской космогонией. Потому что у Елены Петровны Плаватской, это любимейший мой автор, и «Тайная доктрина» — это моя просто настольная книга, с которой я много лет не расстаюсь, пишет о том, что первые люди, которые пришли с неба, которые жили на земле в астральных оболочках, были огромного роста. Вот эта легенда, это тоже как бы перекликается и в этом. Пожалуйста, следующую. Ну, ничего, ничего, сейчас уходится. Да, и я пока могу сказать пару слов о его костюме. Костюм тоже собирательный, верхняя одежда свойственна для африканцев. Под ней я решила, что пусть будет косоворотка, чтобы никто не сказал, почему ты обижаешься пять словян. Часто такое мне на выставке говорят, почему так мало словянцев. Да, эта работа тоже такая собирательная. Очень интересную легенду я нашла на графических записях в институте Африки о Зимбабве. Вы, наверное, слышали, что в Зимбабве есть такая древняя постройка. Ученые не могут до сих пор определиться, кто построил это. Но прогрессивные ученые знают, что построили местное население. Просто постройки очень высокого уровня технологического. И надо сказать, что они сослужили не совсем добрую службу местному населению. Потому что первые белые люди, увидевшие это в Зимбабве, сказали, что это не могут сделать черные. Это значит, белые сделали. Значит, теперь мы тут главные, и это наша земля. Понимаете? Вот такая была история. И потом, конечно, эта теория ушла уже в глубокое прошлое. Сейчас уже доказано, что строители действительно местные люди. Но интересно то, что ученые в своих исследованиях почему-то до сих пор мало очень внимания обращают на легенды. Я не говорю про легенды сокровища фараонов, про легенды Трои и так далее. Но на самом деле есть тоже легенда, объясняющая, как бы, почему так прекрасно построен этот город. В легенде говорится, что основателем этого города был очень высокий черный человек, который пришел издалека и принес волшебный камень, который был заложен в основу города. Здесь мы подходим к третьему основополагающему мифологическому понятию, которое встречается у абсолютно всех народов. Понятие волшебного камня. И, как бы, здесь это перекликается, конечно, с легендами о Шамбале. Поэтому я увидела вот этот образ путешественника африканского, который прошел много семей и нашел великих учителей, встретился с ними. И он искал частицу камня, чтобы заложить в основание города. И вот здесь изображен тот момент, когда она ему, наконец, сдается. Чаша с огнем — это символ шантамана. В общем, тоже собирательная культура. Пожалуйста, дальше. Вот эта работа тоже одна из любимых многими. Собственно, это лейтмотив нашего сегодняшнего мероприятия. Работа называется «Мастер творческих сил». Этот интереснейший образ тоже из Африки. Это мастер, который обитает на некой невидимой нам планете, духовной вселенной. И то, что он делает, его работа, это благодаря чему мы с вами можем творить. Каждой душе, готовой к воплощению, эти души изображены в виде разноцветных шариков, потоков, стремящихся снизу вверх. Перед тем, как душа готова к воплощению, мастер творческих сил дает звездочку таланта. И в картине использованы элементы мифологического представления других народов. Для того, чтобы подчеркнуть, что как бы мы ни были разными, душа у нас у всех одинаковая. У всех у нас есть частичка Бога внутри. И наша задача найти ее в себе и поднять на должную высоту. Эта работа из серии «Космогония догонов» не очень хорошо здесь видна, потому что верхний слой нарисован золотом. Эта работа из небольшого триптиха, дополняющего картину, которую вы сможете потом увидеть в первом зале. Там такое большое разноцветное яйцо. «Космогония догонов» я совсем недавно занялась. И это тема, которую можно много лет разрабатывать. Потому что это интереснейшее племя, живущее частью в Мали, частью в Буркино-Фасонах, на плата Бандиагара. У них обширное познание не только в астрономии, космологии, химии, физике. У них есть такие понятия о веществах, которые, ну, разве что только ученым сейчас известны. Вот на этой работе изображена их звезда Сигитола. Картина называется «Сигитола, вмещающая По в образе бледной лесы». Дело в том, что цикл мифов, объясняющих «Космогонию», называется у них «Сигисон», «язык бледной лесы». Поэтому там ушки такие, видите, чтобы объединить эти понятия. И с одной стороны, это изображение звезды, с другой стороны, это изложение, в общем-то, некоторых их понятий. Сейчас я немножечко на этом остановлюсь, если вы еще не устали. Дело в том, что ученые совсем недавно открыли то, что Сириус — это тройная звезда. Абдагонам это известно очень давно. Они верят в то, что они прилетели с этой звезды. И поэтому они объясняют, почему они так хорошо знают ее строение. То, что мы видим на небе в виде Сириуса, это Сириус А. Это первый слой звезды. В 50-х годах было установлено, что на самом деле звезда двойная. Но вторая звезда очень тяжелая, и первая вокруг нее вращается с достаточно большой скоростью. Но Дагону утверждает, что это не двойная, а тройная звезда. И ученые наши до сих пор еще об этом спорят. Хотя соотношение движения и орбит показывает, что она должна быть. Но просто она вертится с такой скоростью, потому что астрономы не могут ее различить. Пока только математические вычислили. А Дагону уже знают это давным-давно. Вот здесь вот нарисована модель Сириуса. Так, как ее представляют Дагону. Пожалуйста, следующий. Вообще, об этом очень долго можно говорить. Я сейчас вот просто покажу уже все оставшиеся картины. Я расскажу, чтобы потом, понимаете, просто африканских музыкантов нельзя останавливать. Они начинают играть. И потом мы уже дадим им волю, и они будут уже играть столько, сколько они захотят. Это то, что из Космогунии Дагона, это Ого. Это как бы такой догонский демон, дьявол. Он несколько раз пытался проникнуть на землю, но ему верховное божество Алма мешало. В конце концов, он проник прямо в землю. Вот и по легендам получается, что из-за этого возникли великие африканские разломы. И там внутри земли он живет и смущает людей, избивает их с пути истины. Еще работа из этой же серии называется очень красиво. Правда, она, к сожалению, невзятка не поместилась. Называется «Вступление корабля Нома в счастливый брак с Землей». Дело в том, что на языке Дагона вращение космического тела вокруг орбиты называется, как бы, таким символическим названием «Вступление в счастливый брак». То есть для того, чтобы совершить благоприятную посадку на космические объекты, корабль должен какое-то время вращаться вокруг орбиты, чтобы синхронизировать свое движение с движением планеты. И это на его языке называется счастливый брак. Я, конечно же, это не могла не использовать, поэтому Земля здесь изображена в виде девушки, а корабль Нома изображен в виде мужчины. Как мы видим, цвет Сириуса синий, потому что энергетика Сириуса синяя, мы сами Дагона об этом говорим, энергетика Солнца, и, соответственно, Земли. Мед, желудок, красный, а красный. Потому что она темно. Да, и буквально два слова по поводу картины, которая висит в первом зале, чтобы просто к этому не возвращаться потом. На ней изображен великий Амма, главное божество, в тот момент, когда он еще держит всю Вселенную внутри своего яйца и сжимает ее. Потому что огромная сила заложена. Когда вещество соединено с материей, это гигантская сила. И там изображено именно то, что находится в равновесии непроявленной Вселенной. Ну, если еще потом будут вопросы, я еще остановлюсь на картинке. Сейчас я хочу передать слово и сцену Африканде. Пожалуйста, играйте столько, сколько вы хотите уже до конца. Спасибо. Африканде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА